всем привет сегодня у нас 21 июня тема доставка форвардеры приступай друзья всем привет давайте протестируем как у нас со звуком сколько нас человек хочу увидеть всех кто присутствует поставьте плюсики что меня слышно я понимаю что скорее всего есть какие-то сторонние звуки вот но давайте определимся что меня понятно вот и я наверно буду все таки как переводчик сегодня вот поэтому хочу от вас получить что меня меня слышно часть людей в зуме находится часть людей фейсбуке то есть зуме могут голосом в принципе вопрос создавать в будущем короче фейсбуке 9 человек а в зуме сейчас скажу сколько человек отлично вот зуме 6 человек ну то есть получается пока 14 человек набежало я думаю что есть смысл закрепить будет потом это все у нас в ютюбе страна это все будет да да окей вырывается ну плюсики есть значит звук есть хорошо смотрите друзья значит для всех кто не знает я бы слова быстренько представлюсь ставлю наших костей и партнеров которые профессиональные брокеры и эксперты по импорту практически любых товаров это многое значит что люди приехали сюда они видят большой потенциал в рынке русскоязычных продавцов на и коммерс и хотели бы максимально помочь мы попросили специально много общались мы будем многим этим контентом делиться отвечать на разные вопросы вот соответственно мы бы хотели вам помочь разобраться непосредственно каких-то вопросов касательно импорта и конкретно там может значит для того чтобы у нас более конкретно специфически прошла эта беседа вот учитывая то что практически все то же самое что люди будут говорить на английском языке мне придется тем или иным способом вам все переводить вот я хочу сейчас задавать вопросы те кто находится на зуме пишите в зуме задавайте вопросы в зуме конкретные вопросы которые вас интересуют по импорту и по помощню вот те кто нас смотрит в фейсбуке также задавайте свои вопросы какие у вас есть вопросы касательно импорта вот что какие у вас возникали возможно там проблемы какими кейсами сталкивались вы чем мы можем быть полезны какие вопросы сейчас нужно ответить для того чтобы мы на что-то отвечали эти вопросы нужно задать кроме того чтобы написать эти вопросы в комментариях другого способа нет потому что это не готовый контент какой-то не презентации денис может ты мешаешься пока ребята думают у тебя есть какое-то количество вопросов может задать от себя по поводу доставки короче да у нас доставка и все что с этим связано с этим связано с этим связано с тем как они будут задать вопросы на какие вопросы у нас первый вопрос с кем лучше работать все таки с форвардами профессиональными или с фабриками почему я задаю вопрос потому что мне кажется может я ошибаюсь то что производитель производитель я плачу за партию товара и плачу соответственно за доставку то есть это будет с фабриками и плачу соответственно это будет и так далее я могу все таки вернуть денежку с них если такая ситуация потребуется так скажем вот многие мне говорят что лучше работать все таки через профессиональные форварды потому что производители возят как-то криво дешево ну и так далее то есть вот в таком контексте вопрос итак вопрос заключается в том стоит ли возить с производителем и с фрай формата ну да партнер партнер там или там кого лучше выбрать да смотри значит хороший вопрос на самом деле я сегодня мы обсуждали с ребятами значит я представлю перед вами если вы видите видео сидит мэтью который является вице-президентом одной из самых крупных компаний более 60 тысяч контейнеров в год суммарно это экспорт и импорт в основном это китай индия ну в принципе абсолютно разные страны включая страны в восточной европы такие как проекты и вероника они на лицензированный брокер сша а вот у них более 10 людей только в одном из трех офисов работает который только как брокер постоянно очищают бузы и мы обсуждали вопрос того что происходит ну я его сейчас перед рисую наверно на мэтью вот и сейчас на мэтью уже поделится эта информация а принц, да, ну даже позиции да игруют, что должно быть подходят к нежрую но, если вы хотите как-то на владельцах, то в чем-то будет делать, как неправильно именно для Логистов, Компания для закликов и на Руссии, Лхуни, Крым, Русском, так что может помочь сделать, что происходит с самими гражданами. Т.е. Вы хотите hiring someone who absolutely is looking for интерес rather than their own interests. This is a key distinction. If a broker is looking for their own interests, then, If you're looking for a better rate, then, when things go bad, then they're not going to represent your interest properly. Так, Мэтью ответил, давайте сейчас двух словах переведу, кому было плохо слышно, либо непонятно с английского языка. При выборе форвардера, сравнивая с тем предложением, которое вам предлагает, должна опираться не только на цену и стоимость, а непосредственно на то, чьи все-таки интересы будет защищать форвардер при работе с каждой отдельной инстанцией. Потому что нужно понимать, что форвардер это все-таки компания, которая перевозит ваш груз. Это компания, которая организовывает связь между абсолютно всеми инстанциями, начиная от вашего производителя, начиная с пикапа, заканчивая экспортными документами в Китай, таможенник Китая, фортом Китая, расставкой форвард в США, работа с брокером в Америке, работа абсолютно со всеми инстанциями. Соответственно, нужно выбирать того форварда, который будет защищать вашим интересам на всем пути. И в большинстве случаев все, что происходит на стороне Китая, они делают это профессионально и хорошо, достаточно часто. Когда возникают какие-либо проблемы, то, что связано с американской стороной, мы много раз это обсуждали, они просто-напросто пропадают. И поэтому важно выбирать форвардера, которые, непосредственно, будут отстаивать ваши интересы на всем пути. Ну смотри, вопрос был не в этом. Понятно, что мы говорим и про китайских форвардеров, и не про американских, а говорим про то, что производитель, мы ему деньги заплатили, какие-то проблемы с моим товаром от двери до двери, соответственно, он мне, он мне тогда должен будет вернуть полностью стоимость, понимаешь? А с форвардера мне еще непонятно, как страховать груз, чтобы, не дай бог, что-то с ним случилось. То есть, кто-то мне предлагает это, кто-то забывает предложить, ну мало ли какие ситуации. То есть, весь смысл в том, что, когда я у производителя заказываю, если мой товар не доедет до Амазона, я с него полностью возьму и за товар, и за доставку, потому что у меня все в инвой сходит. Открою тебе страшный секрет. Ничего ты с него не возьмешь. Ну вот, давай. Ты не получишь и доллара. По той простой причине, что производитель не несет ответственности за перевозку, даже если ты заплатил производителю за перевозку. Поэтому, если что-либо произойдет, ты не питнешь себе никак. Это первый момент. Второй момент. Если у тебя возникнут хоть какие-либо проблемы с таможней Америки, тебе производитель никаким образом этот вопрос решать не будет. Потому что зарабатывает он не на логистике. И интерес в том, чтобы решать эти проблемы на американской стороне, у него полностью отсутствует. Я сейчас переведу твой вопрос Мэтчу, чтобы он его прокомментировал со своей стороны. Когда он выбирал, если они выбирали, то, что он выбирал. когда они платят деньги по инвуису, по супплиру, и в инвуисе, по-другому, если инвуисы расширяются в прибыль, если что-то случится, они думают, что они платят, которые платят деньги, не по-другому, но по-другому, а также что 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 это сказал что вы не не что будет лучше, если вы объяснили, почему они не получат... если они не получат... нет никаких никаких стихий на это, какой-то так. Существует... нет ответственности, если вы не получат... а вы не получат никакого сделания... в любом случае, вы получат... вы получат... Once the bill's bidding is cut it becomes no longer their responsibility. Just legally, I'm not responsible for it once it gets to the final destination. И не значит, ты не можешь able collect money in China from a supplier, even if you were in China. Ты не можешь collect money from a supplier in China. Вы не имеете в виду того, чтобы кто-то получил деньги из Китай и США, даже из-за того, кто-то из-за того, кто-то из-за того, кто-то из-за того, кто-то из-за того, чтобы производить их? Нет, абсолютно нет. 18 лет, 19 лет, просто все, но я никогда не видел. И также, когда в Since the supplier offers you an invoice price plus shipping. One of the reasons why the shipping price might be a little bit lower. They'll also hide additional shipping costs in the invoice itself. Your invoice might be a little bit higher. And in fact, it covers some of the great costs as well. Денис, переведу другими словами, он говорит, что за девятнадцать лет работы с Китаем у него не было ни одного кейса, когда действительно хоть когда-нибудь вернули какие-либо деньги сапплайера, когда он переводил, когда сапплайер занимался непосредственно. Инструмент легально, вы это тоже никак не сделаете, потому что легально он не может нести за это никакой ответственности, потому что сапплайер это не перевозит. Сапплайер просто-напросто продал услугу какой-либо другой форвардинг в Китае, какой вы точно понимаете, просто общаетесь непосредственно с фабрикой. Фабрика как бы должна за это нести ответственность, но это абсолютно не так, я тебе гарантирую, что не вернешь ты и доллара. Это первый момент. Второй момент он сказал, что про цену, которую часто китайские поставщики и непосредственно производители дают на логистику, на доставку данного груза. Почему она достаточно часто бывает ниже, не только потому что китайцы, грубо говоря, дешевле. Учитывая то, что ты платишь в том инвойсе, они часть цены за шиппинг прячут непосредственно во плате за товар. А если ты покупаешь товар на 35 тысяч долларов, то спрятать каких-нибудь 500 или 800 долларов, которые были заложены в логистику, добавить ее просто-напросто в инвойс за товар, не составляет особого труда. Это несколько, может быть, центов на одну единицу. И часто люди на это абсолютно не обращают внимания, они смотрят отдельно, что логистика на 800 долларов дешевле, чем какой-нибудь другой компании, отлично, я поеду с китайцами, я сэкономлю 800 баксов. На самом деле ничего вы не экономите. Это непосредственно товар. И очень важно, чтобы абсолютно все предприниматели об этом знали и могли перепроверять в тем или иным способом. Поэтому мы сегодня много обсуждали вопросов. И здесь такое тотальное типа нет и нет. Ну понятно. На самом деле у меня есть такой один товар, который у меня на таможне в январе месяце закрыли. Я открыл диспут в PayPal. В принципе, они вытащили с таможни, вернули назад в Китай. Вот сейчас отправили, опять сейчас едет назад. И причем они уже доставку отдали другому форвардеру нашему, то есть они оплатили второй раз. Ну то есть у того забрали, то есть это по вине того форвардера. И таких у нас ситуация было две. То есть вот я на Амазоне недолго, там сколько там, два с половиной года. В год у меня вот одна такая поставочка получается. Причем это всегда именно в первый раз с первым, ну с производителем. То есть я их не знаю, они меня не знают. Но бывают такие вот накладки. Глупые по различным там таким несложным причинам, но товар зависает. Вот у меня один товар на полгода зависит. Ладно, двинемся дальше. Вопрос по страхованию грузов меня всегда беспокоил и интересовал очень сильно. То есть вот форвардер понятно, но от него тоже ничего не зависит. У меня друзья попадали в ситуацию, когда груз не застрахован, он где-то упал. С корабля там я не знаю, контейнер потерялся. Как вот в этой ситуации правильно поступать надо? Груз был не застрахован, конкретно моего знакомого. Так, и он потерялся, его просто где-то потеряли. Да. Как поступать в этой ситуации? Да, сейчас начат у вас заниматься такой проблемой заcuỏi. Сейчас лезерка сразу ее. Да. Да, просто потому что планеты не составляют это карпинг, они их отвечают... я не хочу быть в ответом, если это не происходит. В ответ на вопрос, если карта не будет закреплено, и если у вас есть лошадка, то есть, если вы хотите получить что-то, если у вас есть лошадка, то есть ли получить что-то, если у вас есть лошадка? Так что я вам vertically ассырщ还有 я Я бы были брали и вы commanders и выống инвестируй, так что вы егоwon могли после процёта Для налоговых с logicalimi экзаменами академенов Если вы бы ни giving DB и у него собственное orders Должно давать их, ж ты глас性, я бы продала. я иммусь за $25,000 Донбег, если вы сдали 25,000$, ты продавил $25,000. И вы сдали 25,000$. Если вы сдали $25,000, то есть ... у всех 7 пакет. У вас 2 пакет от покупки. Тем более 5 пакет от покупки. Как 15 пакет. Если вы получите 1 пакет, то этот пакет будет 1 пакет. ok now they'll fall back this is if they emit liability ok ok and you can demonstrate through evidence that they are liable which is из-за плохого kaikle работа you're gonna have to provide them with a lot of information but they do the they can do it in a folder or just forward the chick can you know и когда он скажет, что он будет возьмем его, он будет возьмем его, и он будет возьмем его. Итак, если клиенту есть 55 баксов, 100 баксов, то это то, что они могут подняться. Но если, это теория, и это если они admitут либу. Если клиенту можно подняться, то это больше всего, чем 500 баксов. Они получают меньше, чем 500 баксов? Вы получаете больше, чем 500 баксов? Нет, если вы поняли, что если вы наиболее получаете 500 баксов, то это максимум. Максимум. Максимум 500 баксов, если они объявляют либу, и они решили сделать пейс, это не так. Это не так. Даже если вы выяснили, они будут выговорить и выговорить с ними на то, что они будут выговорить. Я знаю это, потому что я начинал моего карьера в славянской области. Я работал в славянской области очень хорошо. Если причина, мы 80% выговорили, выговорили от 100% выговорить вас. Связывая все информации, и вы все обмотайте, и вы получите об 15 какие-то машины, более 15 показатели выговорить, чтобы ты не перебиваешьаете зайти на 30 дней. Мейлся от детей, что вы уже не станете выговорить, в том, что они не рассказывают. В 30 дней. Они должны быть в порядке. Если вы сможете проверить, то начинаете договориться, в которых они будут предлагать 25% максимум в инвуисе цифровой, если у вас будет более чем $500, то вы будете получать эту цену. Если это... Если это... Это все... Это все. И, если у вас нет, то вы можете не забыть, потому что они не будут платить. они не будут ли тебя на court, они будут оптимать 25% максимум, и вы не будете принимать это. Я стараюсь обучать 5-10%. И потом, что они будут заявить, они будут оптимизироваться за год. И тогда вы будете принимать оптимизироваться на court, и вы будете принимать правила, а потом, если вы хотите получить свое время, то есть то, что вы должны получить свое время. То есть, это будет неплохо, но я уверена, что они сделают правду, и они сделают правду, и они сделают его плечи, и это будет не так. Но так же, они не дают тебе даме, Несмотря на то, что вы прийдете от своей холодной рукой. В 100 университетов, сколько процентов в твоей карьере клиенту реально смогли получить деньги для всех пакетов? Ну, мы, в принципе, с тобой это не только с тобой, мы часто об этом уже говорили, что люди не совсем понимают зоны ответственности и что происходит. Значит, скажи, пожалуйста, твой товарищ, который потерял незастрахованный груз, он вернул деньги? Нет, конечно. Что говорит Мэтью? В теории есть, грубо говоря, ты можешь обратиться к форварду, сказать, смотри, а где мой груз? Форвардер говорит, блин, ты знаешь, шиппинговая компания его потеряла, ничего не получится, форвардер не несет за это ответственность. То есть форвардер просто адресует этот кейс непосредственно в шиппинговую компанию. Не важно, кто это, Myers, MSC, Apatloid, не имеет значения. Дальше происходит история в том, что нужно собрать огромный член согласно тому запросу, который будет давать непосредственно шиппинговая компания, человек, который адресует запрос на возврат средств. согласно какому-то своему там внутреннему закону, который все шиппинговые компании между собой договорили, максимум, что они могут возместить, это максимум, что они могут, это еще не факт, что они это сделают, это возместить 500 долларов на одну посылку. One package, ну типа не посыл, а посылными словами. Если была потеряна коробка, то они возместят 500 долларов на коробку. Если было потеряно 10 коробок, то мы берем 500 долларов, умножаем на 10, и у нас получается 5000. Если была полет, то одна полета расценивается как one package. И тогда 500 долларов умножается на полет, на одну единицу. Даже если в полете было 50 коробок. При этом при всем, если согласно инвойса меньше, чем 500 долларов, естественно, что речь идет о стоимости инвойса. Если груз, согласно инвойса, дороже, чем 500 долларов на одну, на один package, ну например, была полета. Полета расценивается, в полете было, я не знаю, 1000 единиц. А 1000 единиц это явно дороже, допустим, чем 500 долларов. По инвойсу это было, например, 5000 баксов. Максимум, о чем может идти речь, это возврат 500 долларов. При этом при всем, при условии, например, все документы согласно их правилам, не только по количеству этих документов, а форма подачи. Более того, на сбор этих документов есть максимум 30 дней с того момента, как они их запросили. Если ты подашь их позже, чем 30 дней, то в третий момент сама шиппинговая компания должна захотеть, в принципе, вернуть эти деньги. Если она просто-напросто откажет, кроме как подать на нее в суд и судиться, ничего, в принципе, не получится другого. У них центральный офис находится в Дании. То есть, грубо говоря, нужно найти лойера, адвоката, с которым ты приедешь в Данию и будешь пытаться судить кейсу по данному случаю. Мэтью начинал свою карьеру с того, что он был в офисе, куда эти запросы приходили. Он работал непосредственно на шиппинговую компанию, которая обслуживала эти запросы. И он говорит, да, так и сложно. Возвращали меньше десяти процентов из запрашиваемых в таком случае. Более того, если цифры действительно большие, вещь идет о сотнях тысяч долларов, однозначно компания скажет, будет отказываться выжать. И она просто-напросто скажет, если что-то вам не нравится, подавайте в суд. А суды эти длится годами. В таком случае, естественно, стоимость данной тяжбы может быть явно сильно дороже, чем, в принципе, стоимость самого груза. Без предел, понятно. Да, именно поэтому все страхуют. Всегда предлагают заранее это или надо самому всегда напоминать об этом? Где-то отображается. Ну, посмотрите. Со следующего месяца мы вводим 100% страховку абсолютно для всех грузов. Вне зависимости от того, нравится это клиенту или нет, почтов за это платить или нет. Стоимость не космическая, она расчисляется в десятых процентов от стоимости инвойса, но это совсем другая история. То есть там уже работают страховые компании. И уже через страховку там уже в зависимости от стоимости страховки груз будет компенсирован на 50%, на 100%, на 30%. Ну, плюс это сильно зависит от непосредственно самого страхового случая, по какой вине это. Я бы точно не хотел, чтобы ни у моего клиента была какая-либо ситуация с потерей груза, поэтому мы решили, что пусть это будет дороже. Это на самом деле, я тебе честно скажу, на среднюю партию это может стоить там 150 рублей. Но эти риски, они того не стоят. Поэтому да, мы сто процентов будем работать со страховкой. Ну, по крайней мере, мы говорим про оушен фраг. То есть, по крайней мере, мы говорим про фраг непосредственно морской. Потому что основные проблемы возникают... Смотри, я смотрю, что нас не особо так как бы много, да, и люди не особо задают вопросы. Я думаю, что давай, если есть еще какие-то вопросы, может быть, у кого-то мы что-то спросим. Если нет, то кто захочет позадавать еще. И мы пообщаемся. Потом уже я непосредственно там в живом режиме буду просто-напросто в комментариях отписывать ответы. Так как мы еще там несколько дней есть, мы эти будем точно. Да, давай, хорошо. Тема сложная, тема сложная, на самом деле. В этом все и дело. Очень многие возят экспрессом, и голову все не забивают, и ни о чем не думают, на самом деле. Да, но на самом деле можно работать и экспрессом, и авиа, и море. Просто это нужно делать грамотно. Вот и все. То есть если сравнить все объемы перевозок авиа и все объемы перевозок морем, то естественно на море приходит основная часть. И первая, основная, это все хотят зарабатывать деньги. Люди думают, что если отдали груз в DHL, FedEx или UBS, то они не морочат себе голову, и там кто-то будет что-то им возмещать. На самом деле это тоже не так. У них точно такие же ограничения по возмещению ущербов. У меня были случаи, когда я Укрпочту перевозил, и Укрпочта ну просто-напросто полтора месяца там где-то были задержки какие-то и так далее, и так далее. И несмотря на максимально там мои возможные связи, я тоже не смог решить вопрос, полную стоимость партии, и не доплатил страховочный возврат. Соответственно, сумма возврата была явно меньше, чем то, что у нас получалось. Поэтому, ну, такое бывает. Я смотрю, есть какой-то... Я не знаю. 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 Я знаю. Я не знаю. это не знаю. Я не знаю. Это не знаю. — Да, но кастом экзаменов не кастом экзаменов. — Кастом экзаменов не кастом экзаменов. — Да, да, да. Ирина, тогда классифицируйте вопрос как-то правильно. Вы можете написать по-русски просто? — Ну, пока напишет, у меня вопрос про сложные товары. В принципе, у меня осталось два вопроса только. Тяжелые товары, батарейки там, я не знаю, хазмат, хазарт, сыпучие жидкости, все вот эти вот вещи. — Все перевозится, при наличии всех документов… Окей, давай я адресую, чтобы я не… — Батареи, магниты… — Батареи, магниты… — Основной вопрос заключается в том, какие могут быть проблемы, правильно? — Да. — Да, да. — Итак… — Окей. — Я всегда говорю, если… — Не говори, что «сервисы» не будет. — Если вы чувствуете, что «арго» будет проблематик, то это хорошо. — Да. — Проблематик «арго» — и нужно употреблять себя, дать себя больше времени. Нам бы заплатить туда, покlyп сразу… So make sure, если у вас了吧, Duke у заметки sowas, нек Machin, Дальше, — Make sure you have the benefits of… — НесЕСССР! — Вот. — И тогда, л�трали. — Чей. — И, лэр… чтобы ... все Me ноутрs… какون! Если ... — Так. ... ... ... ... ... ... ... ... Ребята, как и как-то, если проведена, если проведена, будет хорошая программа. У нас есть, если проведена, если проведена, вы не можете поддать их правильное шипение. Но они не доходят, но вы должны бегать за себя. Довольно, пожаловать на мое положение шипение. Если вы irrigаетесь, вы должны рассчитывать, область, подранку, るruки, лепки, Ну смотри, на самом деле все, что мы проговаривали, он просто повторяет. При правильном предоставлении всей документации, то есть какими-либо дополнительных документах, на самом деле в основном это сертификат, правильная упаковка, способ перевозки, единственный момент просто это всегда занимает чуть-чуть дольше с точки зрения оформления документов. То есть нужно просто вовремя подать, что к этой оправке она происходит дольше, поэтому часто она тоже может быть чуть-чуть дороже. Потому что естественно, что если тратится больше времени человеческого ресурса для того, чтобы это все было оформить, то это будет дороже. Собственно, вся история. А кто проверяет эти документы, что они правильно оформлены или неправильно? Производитель дает мне документы, я предоставляю фору, Громко проверяет. Да, далеко до отправки предоставляешься документы, мы эти документы оценим брокер оценим. То есть брокер говорит да, да, нет, нет или что нужно исправить. Так что, в основном, вопрос о том, кто хочет проверить документы. Я говорю, что если документы оценим брокер, то у нас есть документы оценим брокер. Но, в основном, мы просто нужны очень хорошие времена для того, чтобы исправить документы. Если все хорошо, и все хорошо, и мы у нас много времени, все хорошо. Если все хорошо, то все хорошо. Если мы нужны что-то, то мы нужны больше времени. Да, и все. То есть все идет через брокера. То есть брокер оценивает документы. Если что-то нужно исправить, добавить, изменить, брокер это говорит. Естественно, что если брокер оценивает, либо он находится уже в пути и что-то нужно исправить, как говорится, опосля, то здесь могут возникать проблемы и груз может быть задержан на проверку. Вот, собственно, и все. Поэтому в данном случае все документы касательно сложных проблемных товаров будут чуть-чуть дольше, чуть заранее, соответственно, форвард. Вот и все в данном случае. Так, я смотрю, Ирина задала. Мой груз будет квалифицироваться на таможне 24% стоимости груза. Если я попрошу моего поставщика предоставить меньшую стоимость счета, я заплачу меньше? Ирина, я вам открою страшный секрет. Если вас квалифицировали уже и инвойс уже предоставлен, то, естественно, вы ничего уже не измените. И да, 24% стоимости груза будут предоставлены. Но я лучше этот вопрос не спешу. Почему я не спешу? 2.4, it's not about the customer fee, it's about the duty, she messed it up, so the question is, 2.4, issue less, the supplier have the invoice, will she pay less, obvious, yes, so the answer is just yes, or yes, the supplier, that's legitimate, and they write, and you paid X, and you can demonstrate that you paid X for this amount of cargo, and yes, that's 100%. So basically, you paid $10,000, and she paid to the supplier $10,000, and she asked the supplier, can you make the invoice for $3,000, and the supplier gives an invoice for $3,000, and she applied all the documents to the BOL, she's going to pay $2.4 for $3,000, and it's legal. Correct. Well, it's not legal. It's not legal. That's a big deal. Okay. I will see if she's going to pay. Yes. Now, she can find manufacturers willing to get to work with her, right? That's step one. Okay. So, I don't know any manufacturers who are going to do that. Stegi does. So then, she's also going to pay for that exact amount, and that exact amount. Okay? So, meaning, if they want to have... If there's going to be something on the customer, the customer's going to have have questions, listen, it's two less, yeah, it's two less, you think, so she must prove that she comes with this much. So, she has an invoice for, she buys a bunch of Beats headphones, and she tells the, you know, $1,000, let's say, whatever, $1,000, $1,000, $1,000 of Beats headphones, right? Then, she asks the manufacturer to cut that invoice in half, right? She's like, hey, okay, cash, we'll do that now, which we probably want to see, okay? Which I'm sure is what she's thinking about here. So, the problem is this, if it gets to the, everybody knows how much Beats headphones cost it. Yeah. Okay? Customs wants how much Beats headphones cost. So, if she's got an invoice that said she bought, you know, a thousand Beats headphones for 10 bucks each instead of 50 bucks each, that's okay. Just evaluate that cargo based on what they know that these headphones cost is. They know it's 50, they see an invoice for 10. So, now, not only do they declassify the cargo, she's going to have to pay that amount. Plus, you're going to get the funds. And she's going to pay. She's going to be in a world of hurt, actually. Because now they've got her right debt to rights. And they're just going to approve a lot of things. And they're just going to be fine. So, they can very well, like we talked about before. Now they're going to go back to her. Have you seen those invoice you've ever done? Yes, yes, yes. Have you seen those invoice you've ever done? Have you seen those invoice you've ever done? Yeah. I'm just trying to cut it off. Yeah. I'm just trying to cut it off very short. Другими словами, да. Если вы, отвечая на ваш вопрос, если вы просите Нанизить инвойс, пригребить этот инвойс непосредственно для брокера по растаможке. И ваш груз оценивается по плате дьюти в 2,4%. Заплатить на инвойс. Первый момент. Вам нужно быть либо в таких взаимоотношениях, либо найти такого поставщика, который готов будет занижать с вами инвойс. То, в принципе, я не думаю, что большая проблема в Китае. Если вас все-таки на таком поймает таможня, посчитает, что вся ваша партия слишком дешево стоит по вашему инвойсу, она посчитает это по маркет, по цене непосредственно рынка, они не знают, сколько стоит, они постоянно с этим работают. У них огромное количество людей, которые постоянно занимаются расследованием и отслеживанием этих цен. Они пересчитают, согласно своему же видению того, сколько это должно стоить. Плюс наложат на вас... Прежде всего, вряд ли вы когда-либо сможете что-либо больше привезти в Америку в принципе. Потому что вас будут расценивать как, мягко говоря, для очень недобросовестного участника экспортной и импортной процедуры в США. И такой месседж идет, не пытайтесь надурить ни таможню, ни Амазон, и тогда у всех все будет хорошо. Тогда, если вопросов больше нет, я смотрю. Последний, наверное, вопрос. Какую-нибудь там интересную историю, такой запоминающуюся там факап какой-нибудь. То есть на что внимание обратить людям, именно не супер-мега-профессионалам, которые водят контейнерами? Чужим опытом расходятся. Да, я понял, я понял. То есть, до конца, до конца, до конца. Если у вас есть какой-нибудь интересный истории или интересный истории о покупке из China или США, больше не для тех, кто живет им очень эфичным, не для тех, кто вообще любят люди Но для тех, кто просто делает что-то, что хотят сделать, чтобы она売ла, что-то обработает. Можно что-то веселое, неважно. Он говорит, что в логистике нет смешных историй, есть только ужасающие. Тогда ужасающие. Главное… А, что это? Ну, хорошо, понял. В общем, что это, что это, чтобы… …. …. …. …. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok